Всем привет, дорогие подписчики Охотника.нет, любители пневматических винтовок. Сегодня мы решили не обходить стороной российского производителя. И у меня сейчас в руках пневматическая PSP-винтовка «Егерь» от русской оружейной компании. В исполнении Bullpup, калибр 6.35, полигональный ствол под полнотелые пули. В комплекте у нас один магазин. Магазины классные, и мы потом сейчас рассмотрим их поближе. Вот такой модератор, который тоже идет под полигональный ствол отдельный. Большой увеличенный резервуар, который идет как раз под стволы 550-е. Есть еще 430-е, если не ошибаюсь, или 390-е. Но не суть, есть более короткая версия. Это 550-е, которое позволяет добиваться очень приличных, очень хороших даже показателей точности на 50-е, даже на 100 метров. Деревяшечка здесь орех. Орех суровый, орех классический. Конечно, после импортных винтовок дизайн мне не очень нравится. Винтовка кажется, что тяжеловата. Но сейчас еще оптику мы поставили Base-A до 24-х крат, то есть достаточно серьезную. Здесь у нас планочка Viver. Красивая. Восьмерка, которая плотно достаточно держит ствол. Никаких уменьшений точности от изменения объема в резервуаре нет. Здесь все доработано. Не то, что во всяких турецких винтовках, где восьмерка напрямую связана со стволом и резервуаром. Когда у вас падает или повышается давление, микроизменения в резервуаре меняют геометрию, и у вас отрыв. Отрывчик. В общем-то, достаточно классная винтовка. Кстати, вот именно у этой винтовки кованый ствол. Если поближе посмотреть, он как будто карбоновый. То есть такие, как чешуинки можно увидеть. И на ощупь он такой немножко шероховатый. Это кованый ствол. Не скажу, какой фирмы. Резервуар у нас тут сейчас заправлен на 180. Мы его сейчас пойдем нашим портативным компрессором. Заправим до 250. И поедем в тир. Посмотрим, на что эта винтовка способна. С пулями тяжелыми больше 3 грамм. Винтовка хорошая. За эти деньги отличный рабочий вариант. Мощный. Немножко тяжеловатый. Кстати, вот спуск здесь биатлонный маленький. Очень удобная, как по мне, скобка. Не то, что во всяких там кралах, где она здоровая, еле это. Перезаряжается. Спуск, к сожалению, не регулируется. Открытых никаких регуляторов нет. Как есть, так стреляете. Минус, 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 минус. Не спортивно, не спортивно. Ну, не могу, конечно, не поделиться восхищением от импортных винтовок. Ой, какое легкое по сравнению с Егерем. Это Хьюбан. Тоже в калибре 6.35. Максимальная мощность. Ну, не меньше. Не меньше. Я вам скажу. И стреляет, кстати, полуавтоматом. Спортивная настройка спуска. Ствол 600. То есть, чуть подлиннее, чем у Егеря. Если открутить модератор, они будут одинаковой длины. Ну, может быть. Да, примерно одинаковые. Хотя профиль, соответственно, у них немножко разный. Это у нас FX Crown. Это премиальные винтовки. Это шведская винтовка. Это винтовка английская разработка. Сборка Гонконг. Тоже очень хорошие показатели в точности, в мощности. Разные настройки. Ну, и, конечно, огромный плюс в том, что она стреляет полуавтоматом. Чтобы вы понимали реальность этого всего действия, здесь нет никаких батареек, здесь нет никакой электроники. Сейчас мы ее включим. Слушайте, такой интересный звук. Это безударниковая схема. Ой, что-то я, если честно, ребят, извините, увлекся. Я же про Егеря рассказывал. Мне просто очень нравятся эти винтовки. В сравнении с Егерем они гораздо круче. Но Егерь тоже хороший. Звот такой туговатый. Много смазки мы видим. Сейчас я покажу барабанчик. Роковские барабанчики прикольные. Вот такие подпружиненные. Крутится. Опа. Вот. Пластик качественный. Пластик хороший. Здесь магнитики. Кстати, у нас в коробочке еще лежал лоток для одиночной стрельбы. То есть вы не ставите пули в каморы, а просто ставите лоточек вот на эти магнитики. Также он там крепится. Хорошая, кстати, система достаточно. Я считаю, что надо многим российским производителям стремиться к Егерям. Стремиться к их прогрессу. Винтовки очень хорошие. Но после того, как вы подержали в руках порту, Егеря возвращаться, к сожалению, не хочется. Вот плата. Сейчас пойдем ее заправить. Направим точнее. И вернемся в тир. И будем стрелять на 100 метров. Прицел БСА 6х24 СТС. Пошли. Сейчас заправим Егеря нашим портативным компрессором. Как мы всегда делаем в походных условиях. Вот такой вот штуцер идет в комплекте у Егеря. То есть уже с Квиком. Это супер вариант для того, чтобы как раз заправить компрессором или одним из наших насосов. То есть все быстро, никаких резких, никаких лишних соединений. У нас там сейчас 180 атмосфер. Давайте я семечку уберу. Надо закачать 250, потому что у этой винтовки плата именно до 180. То есть дальше уйдет уже понижение мощности. Все заработало. Кнопочка была уже включена. Вот мы в принципе все доделали. Чуть больше 250 атмосфер. 260. Может быть 255. Ну на это нам потребовалось всего 2-3 минуты. Мы не качали насосом. Мы не спотели. Сейчас поедем в тир и отстреляем этого красавца. Такие компрессоры для того, чтобы удобно и быстро заправлять винтовки, можно купить в Охотник РНФ. И где же? Ок. Где же шесть. Деньек. Компания. Компания. День. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 Самая верхняя. Самая верхняя, почему-нибудь. Что интересно, я отметлю чуть-чуть левее. Как бы она оказалась правее. Все из в gradين получаются с милейкой. Составьб musiwerить песно. Как платить песно материал, чтобы не заливаться. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я ее не до предела качал, я качал до 230 Нет, нет, понимаете Начало пошло вроде бы где-то здесь, да? Что там было? Начало пошло отсюда, потом вы опустились, потом резко поднялись И потом причем стрелки одинаковые Вот этот вот провал какой-то странный Ну, сетка толстая достаточно, но хотя все равно Нет, нет, там видно достаточно надежно все-таки С заправки в плату у нас получилось отстрелять с 250 до 180 атмосфер Ориентировочно это 14-15 выстрелов Там потому что манометры не прям сильно точно, но примерно так, 14-15 Еще хотел заметить, здесь пружина ударника соединена с биатлоном-взводом и взвод очень тугой То есть вот как тугая Кладем пулю в лоток Ну и доводка, естественно, тоже тугая, потому что пуля полнотелая Вот, это учитывайте, конечно же Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!